Пускай там на фоне нам позабирают Сколько, какая мощность на замок компьютера? Признаться честно, я вот перед вами сейчас хитрю Я только что вернулся из похода, а в походе у меня всегда вот такая машина с собой И я предварительно конвертировал здесь файлы, делал их не 7000 пикселей на 5000 пикселей, а 4000 на 2000 В общем, чтобы машина немножко побыстрее здесь себя вела Чем больше оперативная память, тем быстрее у вас будет работать Но на самом деле, компьютер это составное устройство Если у вас какой-то из элементов отстает от общей схемы, это тоже может создать препятствие Чем больше, тем лучше Собственно, получив такого вида панораму Мы чаще всего работаем с ретушью как раз над такими развернутыми проекциями То есть это называется эквидистантная проекция Вид сферической панорамы в так называемом развернутом виде Подобно привычному картеглобусу, который мы привычно видим и рассматриваем в плоскости Так вот, в данном случае есть две точки критических при обработке, так сказать, непростых Это зенит, это самая верхняя точка у панорамы И надир, самая нижняя точка у панорамы Они здесь имеют такой растянутый вид И как раз, чтобы их отретушировать, нужно использовать один из примеров программы Pano 2VR На ее примере я вам сейчас покажу, что происходит с панорамой И из нее мне нужно выделить зону коррекции А именно надир Программа позволяет, так сказать, в наглядном виде рассматривать панораму И выбрать для коррекции требуемую зону При этом выбирая наиболее удобный угол В данном случае я вижу, что на панораме присутствует день фотографа И, ну, если быть, так скажем, щепетильным в подходе к обработке Я вижу то, что идет раздыковка по плитке То, что может, так сказать, зацепить глаз зрителя То, чем нам не нужно В данном случае я выберу более широкий угол Той зоны, которую я хочу вырезать И нажимаю извлечь Так, где-то тут должен был появиться файл Да В данном случае вот появился отдельный файл На котором мы проведем такую нехитрую цветокоррекцию Воспользуясь программой Adobe Photoshop Ой-ой-ой Нет, Photoshop, похоже, подойдет Ну, надеюсь, специалистам или даже любителям знакомые Самые базовые инструменты Photoshop Которые позволяют скопировать одну часть изображения Вместо того, чего нам показывать не нужно Простым дублированием идет копирование, замазывание теней После этого нажимаем кнопочку ОК И программа Pan2VR вставляет этот участок И у нас получается в панораме уже полностью заделанная нижняя часть После этого уже собранную такую панораму без засечек Мы обрабатываем в Photoshop Проводя цветокоррекцию А обратно как вставляется? Что-что? Обратно как вставляется? Она автоматически сделает Она запоминает тот угол, который был вырезан И... В качестве не теряется? Нет, не теряется Если там выставить правильный интерполятор Там у нее внутри... Ну, он по умолчанию стоит ламзос Он сохраняет... Фуэп? Да-да Можно проверять там в режиме difference Потому что это все без потери качества К сожалению, я вам не смогу перетянуть Тут почему-то меня Photoshop отказывает выходить на этот экран Боится, как говорится, раскрыть свою нелицензионность Особенность обработки сферических панорам Сейчас... В Photoshop Надо открыть панорамку сферических панорам Вот Работая над полной проекцией Если вы накладываете какие-то эффекты для ретуши То у вас могут появиться характерные артефакты В зоне стыка панорамы Так как это полотно следует воспринимать как левый край Это полное продолжение того, что двигается справа То при ретуши избегайте таких маневров Что какой-то контрастный эффект вы наложили на левый край панорамы А справа у вас остался, как говорится, без внимания Тогда у вас появится на собранном готовом продукте Очень характерный стык В Photoshop есть очень удобный и простой фильтр Называется Offset или сдвиг в русской версии Его можно найти в поиске Он позволяет как в вертикальном, но нам нужно в горизонтальном положении работать Он позволяет сдвинуть, условно говоря, панораму На требуемое количество пикселей И то количество, которое ушло за кадром Оно же подстраивается с другой стороны И вы работаете как будто на цилиндре Вот такой подход нужно использовать при ретуши То есть вы, условно говоря, работаете с одной центральной частью Потом панораму сдвигаете и работаете на другой части Чтобы, не дай бог, туда не запихнуть лишних артефактов От которых мы так упорно избавлялись в процессе сборки Ну и после того, как все вылизано, все красиво Везде горит закатный свет в наших панорамах Мы их отправляем на подготовку для сайта Но это уже совсем другая история И, ну, поверьте, она не такая динамичная, как процесс съемки Ну, на этом, так сказать, наш нехитрый рассказ Те задачи поделиться опытом по съемке и подготовке сферических панорам Пожалуй, можно сказать, охвачен Если у вас есть какие-то вопросы по обработке Или же у вас есть еще какие-то вопросы, связанные с съемкой панорам Мы остаемся в вашем полном распоряжении Нам сказали, что погонять нас будут только в 9 часов Даже не дам поужинать Пожалуйста, задавайте Как вы добиваетесь ответственность Такой изменяющей подготовке сайта И это там Убер-пан В церкви